Всем огромный привет, мои хорошие! В сегодняшнем ролике это называется Ушейной Накипело. Буквально недавно я выкладывала ролик, по-моему, смешной, про тех людей, которые в жизни с собой заниматься не хотят, которые в жизни знают только булочки, пирожки и всякие варенья, печенюшки и конфеты, и всякие жареные жирные котлеты по-киевски и так далее и тому подобное. Есть отдельная категория людей, которые почему-то сидят на моем канале и при этом при всем хейтят меня в три короба. Бога ради, делайте! У нас тут молния, кстати, очень классная, дождик собирается. Есть такая категория граждан, и пускай вы меня очень этим радуете, пишите, пожалуйста, пишите больше, это очень здорово для любого блогера. А я хочу сказать всем тем, кто все-таки хочет заняться собой, потому что, знаете, два лагеря 50 на 50, кому-то это очень не понравилось, и кому-то это очень зашло, кому-то было смешно, кто-то увидел в этом реально мотивацию, что, собственно, я и хотела до вас донести, но неужели вы правда считаете и думаете, что я буду с вами сюсюкаться? Пожалуйста, перестань кушать вот это и вот это, пожалуйста, замени неправильные продукты на вот эти правильные продукты, ведь это будет так же вкусно, ведь это будет даже и полезно, и твой метаболизм ускорится, и все будет так замечательно, и ты добьешься своих целей. Я, между прочим, тут перед вами стою в коротких шортиках, да, я не дошла до своего идеала в 49 килограмм, как я была, например, в том или поза том году, но я абсолютно адекватно оцениваю свои силы, я влезла в ту одежду, которую я носила, когда я была 49 килограммов, и мне зашибись. Я чувствую себя прекрасно, у меня нет отдышки, мне 32 года, и я мать, я очень много работаю, у меня очень много дел, у меня ремонт в Москве хрен знает где, и я постоянно сижу на своей не очень большой попе в пробках для того, чтобы туда доехать, и действительно очень много времени на это тратится, но разве я говорю о том, что типа я бедная и несчастная, мне некогда поесть? Или я бедная и несчастная, постоянно в разъездах, и я не могу есть в машине то, что мне действительно будет полезно и качественно для моего организма. Нет, я не сижу и не ною, и таким образом я улучшаюсь, улучшаюсь каждым днем. И даже независимо от того, что я потренировалась несколько раз, да, помните, я вам говорила, что никак у меня что-то не идут тренировки в этом году, и я честно прям вот скрипя сердцем беру этот несчастный рюкзачок, который до сих пор у меня лежит в гараже, я его опять выложила, когда мы ездили в кундуки, и сейчас мне даже лень просто, что у вас сегодня пятница, сегодня, между прочим, должен быть тренировочный день, но у меня его нет. Кстати говоря, похудеть мне очень сильно помогает жара за окном, я стою перед вами, обливаюсь потом, у меня брыжет энергия со всех сторон, потому что я пытаюсь до вас донести, что питаться правильно и полезно, это совершенно несложно и вкусно, и мне жарко, и я не хочу есть. Уж тем более не хочу есть все, что очень жирное, очень жареное, очень соленое и так далее и тому подобное. Я сегодня даже не сделала прическу, не помыла специально голову для этого видео, не сделала себе макияж, потому что из меня прет, я не буду с вами сюсюкать, потому что тот человек, который действительно хочет добиться каких-то результатов, нравиться своему мужчине и быть здоровой для своих детей, и так поймет, что ему нужно делать. А вот это все, то, что я показала вам в прошлом видео, ведь это реально правда. Ведь очень многие люди сидят просто и нифига ничего не делают, и даже не пытаются. Они сидят за компьютером, посмотрели, никаких выводов не сделали, напечатали злобный комментарий, от которого мне, как блогеру, только хорошо, спасибо вам еще раз за это, и пошли по своим делам жрать булки. И до таких людей вряд ли когда-нибудь дойдет. Поэтому, если ты такая, я не знаю, что ты здесь делаешь. Ну, наверное, тебе спокойнее и лучше, когда ты написала плохой комментарий, и думаешь, что человеку от этого плохо. Я понимаю, что очень многое количество людей, посмотрев мои ролики, действительно мотивируются, отправляют мне сообщения, отправляют мне комментарии, что они действительно похудели. Я искренне вами горжусь, искренне вами горжусь. И я прошу под этим роликом реально дать рекомендации всем тем, кто еще не достиг своей цели. Как вы этого добились? Я соберу все эти комментарии и выложу вам в отдельном видео, чтобы было не только с моей стороны понятно, как я худею, как я поддерживаю свой вес, имея генетику очень толстую. И мне действительно сложно сохранять вес, потому что... И поэтому он у меня плавает. Я то толстею, то худею, то толстею, то худею, потому что по-другому я не могу. Я не робот, я всю жизнь куриной грудкой питаться не умею и не хочу. Да мне как бы это и не надо. Поэтому я обращаюсь к вам за помощью. Вы моя поддержка, вы моя опора, вы моя мотивация. И когда мне человек пишет, Аня, я благодаря тебе похудела и у меня там что-то там наладилось, да, очень у многих, например, наладилось что-то именно со здоровьем, с системами организма, ускорился метаболизм. Так вот, я очень вас прошу, напишите мне в комментариях под этим видео, что именно вы делаете, как вы едите, рассчитываете ли вы калории, едите ли вы то, что вам нравится, в какое время вы можете позволить себе есть то, что вам нравится. И я прям очень хочу сделать видео, которое будет касаться не только меня, не только моих советов, но еще и ваших советов. Вот это все собрать воедино и просто донести вот эту супер-мега-мотивацию, вот эту вот энергетику многих людей, которые действительно добились или добиваются того, что они хотят, да, донести эту энергетику до голов тех людей, которые еще только-только начинают, или только-только думают. Так вот, если ты думаешь, что тебе нужно немножечко стать лучше, сегодня даже, не завтра, не в понедельник, а именно сегодня, начинай менять свои привычки, потому что это очень важно. Когда ты ешь все подряд, постоянно, и ешь ровно тогда, когда тебе хочется конфетка. Меня сегодня угостили конфетками, знаете, я сейчас схожу делать уколы одной кошечки, и на третий раз меня угостили конфетками. Вот лежат передо мной конфетки, я их хочу, как вы думаете? Вот честно, просто, вот как вы считаете, я вообще сегодня или завтра, или через неделю подойду к этим конфеткам? Нет, знаете почему? Не потому что я себя держу в руках, а потому что мне просто не хочется. Потому что это привычка, привычка. Если вы начнете постепенно отказываться от вредных продуктов, от жирных продуктов, от неправильно приготовленных продуктов, от каких-то вот вот этих вот всяких газировок, от соков даже отказываться, вы поймете со временем, что они вам не нужны. Как приятно, помню я, взять вот этот вот пакет сока и залпом выпить половину. Но какое счастье и удовольствие я получаю, когда точно так же выпиваю пол-литра воды. Сейчас жарко, сейчас реально очень жарко. Я вас умоляю, 40-45 миллилитров воды на 1 килограмм веса. Вода это самый главный источник жизни на земле, это самый главный источник восстановления здоровья. Именно поэтому даже врачи там в грипп, в простуду, в ковид, блин, говорят, пейте больше. Потому что вода, она регенерирует всех нас. Вода это очень важно. Ни супы, ни соки, ни газировки, ни чай, ни в коем случае, ни кофе. Можно пить, конечно, чай, кофе, я тоже сама пью, я их очень люблю. Но они не заменяют вам воду. Вода это прекрасное состояние кожи. Это просто, вы даже не представляете, особенно те люди, кто мало пьет воды. Я знаю таких очень много, которые говорят, я не могу пить воду. Это для меня все равно, что сказать, я не могу дышать. Я не умею дышать, мне неприятно дышать, мне неприятно пить воду. Ну, блин. Что я еще делаю для того, чтобы быть в форме... Да, я утянула. Утянула, стою, утягиваю. Тут для вас. Свою талию. Нет, на самом деле у меня просто от природы довольно тонкая талия, из-за того, что у меня деформированная грудная клетка, поэтому у меня все ребра сместились кверху, поэтому у меня талия очень-очень тонкая. Ну и да ладно, в общем, это мои проблемы. Просто все думают, что я фанатичная дурочка, которая, знаете, только и делает, что питается куриной грудкой и пытается там тренироваться. А потом все это бросает вообще и толстеет, и потом начинает заново, только для того, чтобы заработать деньги на ютюбе и, в общем, где-то в соцсетях. Вот. Ну, на самом деле просто это мои проблемы со здоровьем, так что я тоже как бы живой человек. Что же помогает еще мне находиться в такой форме, в которой я сейчас нахожусь? Это прогулки, но прогулки непростые, прогулки не такие, типа ты пошел, типа ты идешь такой с колясочкой, там, не знаю, там, или там, знаете, как... Вот я хожу с собакой гулять. Я либо с ним играю, то есть у меня такие подвижные игры, я такая, Джим, иди сюда, тра-та-та. Вот. Либо я очень быстро хожу. У нас есть озеро, буквально рядом с моим домом, и когда очень холодно, я еду туда на машине. Ну, вообще, это плохой вариант. Вот. А когда тепло, то, ну, само собой, я беру поводочек, довожу Джима до озера, там я его отпускаю, и мы с ним быстро идем. Ну, он-то, конечно, там бегает, забавляется, купается. А что делаю в этот момент я? Я иду. Я иду примерно вот так. Я иду максимально быстро. Я выбираю самые нереальные маршруты. То есть это не просто тропинка куда-то туда вдаль уходящая и стелющаяся, как гладь зеркальная. Нет, это вот такие вот, вот такие преграды в виде каких-то холмов, в виде какого-то песка, если есть песок. Вот реально у нас идет тропинка асфальта, а все остальное, это, естественно, песок, камни и какие-то вот такие вот тропы. Что, думаете, выберу я? Ну, конечно, я пойду по песку, потому что идти по песку гораздо сложнее, чем идти по асфальту, поэтому я выбираю такие маршруты. Второе то, что я для себя очень давно открыла, но то, чем пользуюсь сейчас, это то, что я ем салаты на ужин. Это просто гениально, это просто, вот гений придумал салаты вообще изначально, зеленого салата много, огурцы, какой-то, у меня муж добавляет корейскую морковку или соленые огурцы. Можно добавить туда же, вот мы добавляем грейпфрут, но мы, конечно, изощряемся со вкусами, но вполне себе возможно придумать что-то свое из тех продуктов, которые вы любите. И вы едите это, вы насыщаетесь, естественно, куриная грудка, либо индюшачья грудка, либо можно добавить какую-то нежирную говядину, либо, естественно, рыбы, любые морепродукты, здесь все зависит от вашего кошелька и вашего желания, и вашего вкуса. Вот, едите все это дело, даже пускай перед сном, потому что у меня иногда бывает, что я, у нас отбой с мужем где-то в 10.30, и когда, например, я там в 9 вечера приезжаю домой, естественно, я же не думаю, что, типа, блин, я не буду есть, потому что у меня вот сейчас мы там посмотрим серию сериала, и мы, типа, ляжем спать. Ну, как бы, понятное дело, что в 9 я приезжаю, пока я там умылась, пока помыла руки, пока переоделась, пока вот эти вот свои дела, само собой, уже время ближе к 10, и, типа, как бы, мы ложимся спать. Да и пофиг, это салат, он легкий, он классный, он вкусный, вы насыщаетесь вашим мышцам хорошо, вашему телу хорошо, ваш организм понял, что нет, вы не голодаете, да, значит, метаболизм пускай работает, нет, мы не будем его замедлять, вот эти все клеточки вашего тела говорят, нет, мы не будем замедлять твой метаболизм, давай, иди дальше. И совершенствую себя с каждым днем, а потом вы просыпаетесь просто утром и такая, к зеркалу подходите. Опачки, как все хорошо, такая кожа стала замечательная, но ведь серьезно. В общем, посыл мой такой, сюсюкать я с вами точно не собираюсь, и те, кто реально хочет похудеть и сделать себя лучше, и сделать себя здоровее, тот как-то задумается и начнет менять себя, свои привычки и свой, возможно, образ жизни, да, и перестанет общаться с теми людьми, кто постоянно говорит, Да ты и так нормальная, да шо такое, нормально все, нормально, да я ее, видишь, я еще больше, все зашибись. Обожаю вас, люблю, целую и уважаю тех, кто не теряет голову среди всей этой билиберды, которая сейчас продается в нас в магазинах. Я всех очень люблю, целую, надеюсь, вы поняли, вы поняли, о чем это видео. Все, до следующего видео, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok